Замечательно, хорошо. Всем хорошей недели, пожелания здоровья, надежда, что наша работа, она очень важная в любом случае для нас и для подрастающего поколения. Необходимо как-то прочитать книги пророков. И с Божьей помощью, с молитвой на устах и в сердце мы продолжаем книгу Шмуэль Бет. Но, может быть, вначале я хотел бы привести пример, насколько рассказ и Торы, и пророков, он завуалирован, и истинные причины, они где-то скрываются между строк. В качестве примера разрешите из последних глав, из Торы, представить себе, представить вместе с вами историю Юсефа. Мы видим совершенно какое-то непонятное поведение братьев. Ненависть к Юсефу. Из-за чего? Из-за рубашки, из-за полосатой рубашки, которую ему сделал отец. Из-за того, что отец его любит больше других. Это не совсем понятно, если мы тем более говорим о великих праведниках. Мы можем представить себе на самом деле настоящую причину конфликта, которую можно найти, вычленить, выкопать, достать из-под земли. И если, так сказать, перекопать многие комментарии, то вот такая книга, как Седора Дурот, Раф Гинзбурга, написанная 200 лет назад, примерно, она раскрывает такую причину. Юсеф не был вместе с братьями в тот момент, когда они пошли в шхему. Юсеф остался, и он не пошел. Причина заключается в том, что в семье Авраама, начиная еще с самого Авраама, были сомнения, были непонятности. Как можно исправить мир? Всевышний дал силы, неограниченные. Можно выйти на войну и победить врага, и заставить злодеев бежать. Но можно ли так исправить мир? Можно ли так людям объяснить что-то? И Авраам не нашел пути, и Яков не нашел верного пути, и Авраам хотел уйти от борьбы, и Яков хотел уйти от борьбы. И между братьями был спор. Братья, особенно Шимон и Леви, они считали, что там, где несправедливость, там, где нечестность, там, где насилие, нужно применять силу. Они вошли в город Шхем и, скажем, вырезали его. Вырезали город Шхем. И все братья, они так или иначе помогали им. Йосеф остался и не пошел, потому что его идея была совершенно другой. Он считал, что применение силы, даже в таком случае, оно оттолкнет народы мира, а главное – это постараться распространить идею единого Бога среди народов. Это то, что Всевышний поручил праотцам. И Яков придерживался такого же мнения. Это конфликт, братья. И мы понимаем, что когда люди выходят на войну, один остается в тылу, то здесь уже как бы примирение дальше, настоящего примирения быть не может. Может быть, но оно потребует много времени, много осмысления, взаимопонимания. Так что конфликт здесь не из-за рубашки, а из-за военной ситуации, когда кто-то выходит на войну, а кто-то остается в тылу. Есть и другие проблемы, но мне хотелось бы в преддверии нашего трудного очень момента Давида и Борчевы представить себе с вами, что что-то скрывается, так сказать, между строк, даже между, может быть, между букв в той же строке скрывается некоторая история. И Тора устроена таким образом, что настоящая причина, она остается завуалированной по многим обстоятельствам. Если, скажем, человек готов воспринять очень часто простой рассказ, ему трудно воспринять глубинные настоящие причины, они прячутся. Куда-то в комментариях слова мудрецов, Медрашим, Талму, Дебагадот. Это такое вступление, потому что мы подходим с вами к истории Давида и Батшевы, которая на первый взгляд представляется как некоторый опровенчивый поступок, увлеченность женщины и так далее, на самом деле причины гораздо-гораздо более глубокие, более духовные. Теперь мы с вами, с вашего, это в качестве введения, теперь мы с вашего разрешения вернемся к 11 главе, посмотрим войны, которые предшествовали вот этому моменту, описываемому в 11 главе, истории Давида и Батшева, посмотрим войны и в 10 главе, и перейдем к 11 главе. Я сейчас пытаюсь поднять экран и поднять то, что нам нужно, одну секунду. Вот каждый раз тут нечто, нечто новое, когда я пытаюсь сделать шеер, да, вот у меня возникает нечто новое. Ну, хорошо, это неизбежно. Это неизбежно. Еще в качестве небольшого такого совсем уступления хотел вместе с вами посмотреть памятник Давиду, который стоит около Ярушалая, недалеко от места могилы Давида. Понятно, что Давид и царь, и человек, написавший книгу псалмов, он живет в сердце каждого. Говорят, что будущий царь должен происходить из рода Давида. Есть ли у нас какие-то корни, какие-то зацепки, линии, которые ведут к роду Давида? Говорят, что Агра, вильнюсский гаон, он происходил из рода Давида. Сегодня известны его потомки, так что есть надежда, что можно будет восстановить линию Давида. Я должен, вот тут несколько, на мой взгляд, печальная такая иллюстрация. Она озаглавлена, ну, вы понимаете, что ее несколько лет, может, пять-шесть лет назад. Здесь еще Шимон Перец с римским папой. И подпись здесь, будет ли передана могила Давида в ведение христиан, в ведение Ватикана. Ну, конечно, печально смотреть на человека, который получает Библию из рук папы и смотрит на нее, как будто он видит первый раз текстуры. Совершенно не представляет себе ни что такое могила Давида, ни что с этим может быть связано, никакие сокровища там могут храниться. Вот так примерно могила Давида выглядела, скажем, в период мусульманского владычества. Она находится, как мы с вами говорили, недалеко от горы Цион. Ну, и вернемся после нескольких таких видений, вернемся к тексту. Мы помним с вами, что десятая глава начинается с того, что Давид решает установить отношения с Омоном. Как с Омоном царь, который взошел на престол после смерти своего отца Нахаша, а Ханун царь Омона, он спас брата Давида, единственного оставшегося из всей его семьи, после того, как царь Муава расправился со всей семьей Давида. Мы помним проблему, которая связана с тем, что Давид посылает послов с миром в Омон. Помним, что Всевышний запретил обращаться к этому народу с миром, даже запретил говорить ему шалом. Но Давид полагал, что Ханун, который приблизился к Торе под влиянием его брата Ильягу, что ситуация изменилась, и можно попытаться Омон как-то привлечь к служению Всевышнему. Но Ханун, молодой царь, он оказался не в состоянии, человек, который действительно интересовался Торе, который был близок к брату Давида, он оказался не в состоянии противостоять своим слугам, как это часто бывает, своим советникам. И те сказали ему, что Давид посылает слуг не с миром, а для того, чтобы разведать столицу Рабат-Омон. И они посоветовали, скажем, настойчиво посоветовали Хануну, чтобы он отправил их с позора. И взял Ханун, слуг Давида, избрил им половину бороды и обрезал одежды их наполовину доседалищих и отослал их. То есть он сделал все для того, чтобы опозорить слуг Давида. И сообщили Давиду и послал навстречу им, ибо люди были опозорены очень. И сказал царь, поживите в Ерехо, пока не отрастут ваши бороды и тогда вернётесь. Мы понимаем, что Омон находится на восточном берегу Ярдена. И переправившись через Ярден в районе Рехо, прежде всего послы Давида оказались в Ерехо. Поэтому он велел им там остаться. И устрашили сыновья Омона, что стали противно они Давиду. И послали сыновья Омона и наняли из Арам, Бейтрихова, из Арам Цовы 20 тысяч пеших воинов. И от царя Маахи тысячу человек. И от господина Земли Тов 12 тысяч человек. Давайте посмотрим с вами карту. Представим себе примерно Арам. Мы понимаем, что перед нами две реки. Река Прат и река Хидекель. Они определяют большую область, которая называется Междуречьем. По-русски иногда говорят Месопотамия. И здесь есть свои города, развитые, древние. Мы здесь не найдем с вами Бавеля, потому что Бавеля нету в этот период на карте еще. Но мы с вами найдем здесь Нинбе, Ашур, Каркамиш. И как мы представляем себе из Междуречия, здесь должен был бы отмечить Ур, Ур Кастим. Из Междуречия происходит Авраам. Отсюда он пришел в землю Израиля. В тот момент, когда начинаются войны Давида из-за Амона, которым он послал с миром, Амон поднял против Давида всех окружающих царей. На этот момент можем представить себе, что есть Арам-на-Араим. Арам-на-Араим – это Арам, который располагается между двумя реками. И Арам Цова, Арам Бейтрихов и Арам Дамесек. Арам Дамесек, безусловно, столица находится в Дамаске. Арам Цова и Арам Бейтрихов трудно определить здесь границы, но понятно, что они занимают где-то здесь эту область, соседствующую с Израилем. И постоянно наблюдают за укреплением царства Давида. Здесь есть царство Мааха, которое, в общем-то, подчинено Давиду. А вот Амон поднимает весь Арам, по слову Амона, выходит на войну. Можем представить себе ту карту стратегическую, геополитическую, как бы сказали сегодня, которая существует накануне войны. Мы помним, что в предыдущей главе описывалось, что Давид убил войны в Плештим и покорил их. Они фактически не являются самостоятельными. Давид вел войны с Идомом и поставил посты, которые контролируют весь Идом, прежде всего, защищают от неожиданного нападения Идома. И также он вел войну и с Арамом, и одержал победы, и поставил посты также на границы, которые отделяют от Арама. Мы видим, что здесь как бы Амон выделен отдельно, с ним Давид не вел войны, работные Амон. А вот с Моав, Моав Давид его покорил, как мы помним с вами. А эта область, она занята коленами Израиля. То есть мы видим здесь Израиль, и здесь Мид-2 и так далее. А эти области заняты коленами Израиля Гадом, половина Рубеном, половина коленами Нашет. И вот то, что мы можем себе представить, ситуация складывается очень сложная. Давид выходит, посылает Баска против Рабаббны и Амон. А Рабаббны и Амон или Амон поднимает против Давида Арам. Против Давида Арам, который не атакует Израиль сразу и в лоб, а он приходит на юг и располагается где-то в Мид-2. Таким образом, отряд Давида оказывается между Рабаббны и Амон и между войсками Арама. Ситуация складывается очень тяжелая. Это как бы предварительно. Давайте посмотрим текст. Может, представляя карту, нам легче будет с вами увидеть, что происходит здесь в тексте. Мы видим, что основья Амона подняли Арам Баитрихов, Арам Цоба. Подняли оттуда тысячу пеших воинов. От царя Маахи тысячи человек. И от господина землетов. Также находятся на севере земли Израиля 12 тысяч человек. Что мы можем здесь себе с вами представить? Мы можем, во-первых, определиться с вами по времени. И представить себе, что эти события происходят через 23 года после того, как Давид был помазан царем над коленом Игуды. И теперь что можем еще важного с вами отметить? Что ОМОН на протяжении многих лет не вел больших войн. И он не подвергался нападению соседей. И все эти годы он пребывал в покое. И за годы благополучия он накопил большие богатства. И это позволяло ему нанять, привлечь на свою сторону другие государства. В данном случае Арам заплатить большие деньги для того, чтобы они его выручили из такой беды. Теперь мы с вами движемся. Да, услышал Давид и послал Юаба и все войско отважных людей. Нужно было реагировать очень быстро. Давид хотел защитить колено, которое на восточном берегу Ярдена. И он начал собирать войско из, так сказать, ополчения, призывая сыновей Израиля. А те отряды постоянные, которые у него были, он направил сразу, мгновенно под Рабат-Амон. Надеясь, что они смогут захватить город. Рабат-Амон был очень сильно укрепленным городом. И мы увидим, что впоследствии осада Рабат-Амона затянулась на три года. Этот план захвата мгновенного Рабат-Амона не удался. И вышли сыновья Омона и приготовились к сражению, став у проема ворот. А Арам, Цоба и Рыхов и воины господина земли Тома-Махи одни в поле. И увидел Яв, что ему предстоит война впереди и сзади. И выбрал он лучших из всех отборных воинов Израиля и выстрел их против Арама. А остальной народ отдал в руки Авишая, брата своего, и выстрелил он войско напротив сыновей Омона. Что мы здесь представляем себе с вами? Что Яв увидел, что Арам зашел ему в тыл. Он не может атаковать. Давайте мы еще раз посмотрим карту. Вот Мааф подошел к Рабат-Амону, был готов его атаковать. А Арам подошел в Ми-2. И Юав оказался зажатым между Рабат-Амоном, где собралось множество воинов. Фактически как бы все население, способное Амона собралось в этом городе, единственном укрепленном городе Амона. И они готовы атаковать Юава, и Арам готов атаковать Юава с тыла. Что делает Юав? Он берет своего брата Авишая, который возглавлял воинов, находившихся в крепостях, сдерживающих, так скажем, и дом, и позволяющих властвовать над домом. И дом, в свою очередь, он не присоединился к этой войне, но он нанес тяжелый удар сыновьям Израиля, нанес удар по этим крепостям. И Авишай был вынужден оставить эти крепости, много людей погибло. С небольшим числом людей он присоединился к Юаву. И Юав, то небольшое число людей, которые не способны захватить рабата Амона, естественно, и тем более сходы штурмом, он поставил напротив ворот рабата Амона. В надежде, что Авишай сможет сдержать атаку воинов рабата Амона. Тут, скажем, и психологическая война, также и расчет психологических войн. Постоянные войны Арама, они ведут постоянные войны. Они привыкли воевать. Амон не так. И Амон сейчас будет дожидаться, на чьей стороне будет перевес. То есть, или скорее дожидаться того момента, когда они с уверенностью смогут ударить по сыновьям Израиля. То есть, они предоставят возможность Араму, который стоит в МИ-2, начать военные действия и атаковать Юава с его не очень большим отрядом, передовым отрядом. Атаковать Араму силы сыновей Израиля. И в тот момент, когда перевес будет на стороне Арама, как следует ожидать в такой ситуации, они выйдут из города Амон, рабат Амон, и атакуют силы Авишая, которым будет трудно сдержать их. Это как бы та ситуация, которая возникла, и та реакция Юава на эту ситуацию. Он сам становится против войск Арама, против большого, сильного противника, большого в смысле превышающего его численно, и с колестинцами многочисленными, как отмечается в Деврея-Эмим. И Авишая ставит напротив ворот города Рабата Амон. Это та, скажем, диспозиция. Теперь вернемся к тексту, потому что важно не только представить себе сражение, но и сам текст здесь совершенно великолепный. Сейчас мы, секунду, возвращаемся к тексту. От картинки возвращаемся к тексту. И вышли сыновья ОМОН и приготовились к сражению, став у проема ворот. Мы видим, что они не выходят у ворот. Они готовы атаковать из ворот, но ждут. А Рамцовы и Рыховы, воины господина из Амилитова Махи, одни в поле. Одни в поле, то есть они считают, что им ничто не препятствует смести просто отряд, который возглавляет ЮАФ. И увидел ЮАФ, сколько у ЮАФа может быть отборного войска? Тысячи человек, две тысячи человек, то есть против многих десятков тысяч. И увидел ЮАФ, что ему предстоит война впереди и сзади. И выбрал он лучших из всех отборных воинов Израиля. И выстроил их против Арама. Как мы с вами себе представляем, Арам, который атакует, будет атаковать его со стороны МИ-2. И остальное народ отдал в руку Авишая, тех воинов, которые послабее. Он отдал своему брату Авишай. Мы понимаем, как Авишай появился у него. Он был вынужден оставить крепости и посты. И пришел на помощь ЮАФу. И выстроил он войско напротив сыновей ОМОНа. А Авишай становится напротив сыновей ОМОНа, которые не решаются выйти из ворота. И сказал ЮАФ, если Арам будет одолевать меня, то будешь ты мне спасением. А если сыновья ОМОНа будут одолевать тебя, то пойду, чтобы спасти тебя. Вряд ли ЮАФ сможет оказать помощь Авишаю в такой ситуации. Но для того, чтобы его поддержать морально, он говорит, что есть шанс, что я одержу победу. Тогда я приду тебе на помощь. Крепись, крепись и укрепимся ради народа нашего и ради городов всесильного нашего. А Бог сделает то, что хорошо в глазах его. И это великая фраза великого полководца, великого воина ЮАФа, который крепись и укрепимся. Ты держись и вместе мы одолеем. И мы с тобой выступаем ради народа нашего. Он подчеркивает, скажем, или мы можем себе представить здесь, что колено за Ярденом, Рувен, Минаше и Гант. Это колено, которое придерживается служения Всевышнего ради городов всесильного нашего. В их городах нету идолопоклонства. В их городах есть суды, которые судят по законам Торы. Вся жизнь этих колен, она освещает имя Всевышнего. И, скажем, города, где они живут, можно назвать городами всесильного нашего. И мы с тобой обязаны отстоять эти города, потому что в случае нашей неудачи это будет не только удар по сыновьям Израиля, но это будет осквернение имени Всевышнего. Потому что и долопоклонники скажут, что наши боги, они отдалили всесильного бога Израиля. Как мы помним с вами, напомню вам, что все войны, которые велись, воспринимались народами не только как войны между людьми и даже, может быть, в первую очередь не как войны между людьми, а как войны между богами. И всякий раз, выходя в сражения, на войну, приносили жертвы богам, просили у них помощи. И победа рассматривалась как победа бога одного народа над богом другого народа. И здесь сыновья Израиля, которые были всегда странными в глазах народов мира, потому что они поклонялись богу, у которого нет изображения, богу, который сотворил мир, богу бесконечному и так далее. Очень много странных посылов для народов мира, но в принципе они относились к богу Израиля точно так же. Как в том смысле, что как у других народов есть покровитель, так и у народа Израиля есть покровитель. И вот Иоаб говорит, что мы обязаны отстоять города, где Тора, где молятся Всевышнему, откуда люди приходят в Ярушалаим, к Давиду, в тот мешкан, который он установил в Ярушалаиме. Вот если мы с тобой не отстоим эти города, то это не только урон для сыновей Израиля, не только гибель людей, но и осквернение имени Всевышнего. А бог сделает то, что хорошо в глазах его. И кроме Иоаба, такую фразу еще сказал Ильи, как мы помним с вами в первосречении, в периоде эпохи судей. Ильи, у которого воспитывался Шмуэль, он также сказал, бог сделает то, что хорошо в глазах его. Ситуация очень тяжелая, и вера Иоаба во Всевышнего абсолютно, и то, что бог сделает, то и хорошо. И вступил Иоаб и народ, который с ним, в сражение с Арамом, и побежали они от него. Арам побежал от Иоаба, и реальная причина здесь может быть только одна. Они восприняли передовой отряд Иоаба как все войско Давида, которое не один раз вносило поражение Арама. И если говорить о помощи Всевышнего, то она, безусловно, здесь была. И Всевышний, как мы знаем, воюет на стороне сыновей Израиля всегда тем, что он вселяет страх врага, страх в сердца врага. И они бегут здесь, но опять же, с точки зрения реалий, им показалось, что Иоаб выступает против них с огромной силой, со всем войском Давида. А сыновья ОМОНа увидели, что обратился в бегство Арам и побежали от Иоабишая. То есть они, видимо, когда началась атака со стороны Арама на войска Иоаба, ОМОН вышел из ворот, предвидя и предчувствовав победу. Но вместо того, чтобы праздновать победу вместе с Арамом, они обратились в бегство так же, как и Арам. Когда они увидели, что Арам бежит, они так же побежали. Уезжали от Иоабишая и вошли в город, не заперлись в городе. Вернулся Иоаб от сыновья ОМОНа и пришел в Иерушалайм, полностью разбив, нанеся колоссальный урон Араму. В Девею и Мим перечисляются десятки тысяч всадников, которых поразил Иоаб. Арам пришел с многочисленными колесницами. Местность позволяла ему просто смести, растоптать немногочисленных воинов Иоаба колесницами. Но, как мы видим, этого не произошло. И вместо этого Иоаб нанес поражение и преследовал убегающих воинов Арама, нанес ему тяжелейший урон. И вернулся в Иерушалайм. Но на этом война не закончилась. Увидел Арам, что потерпел поражение от Израиля. И собрались цари вместе. И послала Гададеэзер и вывела Арам, которые за рекой и пришли в Хейлам и Шобах, не очень известное место этих городов. Где-то они находятся на северной границе Израиля, за границей Израиля на севере. Но начальник войск Гададеэзера идет перед ними. И обращили Давиду. И собрал он весь Израиль и перешел в Ярдем. К этому времени Давид успел собрать ополчение, все войско. И он может с уверенностью выступить против Арама. И пришел в Хейлам, и выстроились войска Арама против Давида, и воевали с ним. И побежал Арам от Израиля, и убил Давид из войска Арама 700 возничьих колесниц и 40 тысяч всадников. 700 возничьих колесниц в Евреи имен говорится, что Арам использовал колесницы, на которых было много людей. И по 10 воинов на одной колеснице и 700 возничьих Девреи имен умножает на 10, получается 7 тысяч. И 40 тысяч всадников. И Шоваха, начальника войска, его поразил он, и умер тот там. И увидели все цари, рабы Гададе-де-Эзра, чтобы терпели поражение от сыновей Израиля, и примилились с Израилем, и служили им. И впредь боялся Арам спасать сыновей ОМОНа. Это та война, которая возникла из-за того оскорбления, которое нанес ОМОН Давиду, отправив с позором его послов, и возбудив против Давида, возбудив против Давида Арам. И я бы хотел, хотел с вашего разрешения, сразу, не знаю, могу остановиться и выслушать ваши вопросы. Вот, давайте попробуем. Можно маленький вопрос? Да, пожалуйста. У меня вот какой вопрос. Если вы можете пояснить. Значит, Мэй-2. Область, где жили два с половиной колена Израиля. Теперь выясняется, глядя на карту, что там стояло войско Арама. И ничего не говорится, а ведь там жили сыновья Израиля, куда они следевались. Если они позволили зайти на свою территорию и стоять там в войску Арама, в ожидании, когда они смогут напасть с тыла на войско Йоава. Вот это вот мне непонятно. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Где у нас тут карта, которая нам подходит? Вот она, да? Скажем, я не уверен, что Мэй-2, она принадлежит в этот момент сыновьям Израиля. Может быть. То есть, это нужно выяснить. Столицей Моава является Кир-Моав. Да, нет. Является Кир-Моав. Как здесь показано на карте, вы совершенно правы. Да, Мэй-2, она находится во владении сыновей Израиля. И, наверное, вы правы, потому что после войн Давида против Моава, скажем, Мэй-2, да, должна была находиться в руках сыновей Израиля. Насколько я представляю себе, да, что война – это не, как, скажем, не такое простое, непростое такое дело, как мы знаем. Для того, чтобы выйти на войну, нужно произвести мобилизацию. И один город или какое-то число людей, они могут оказаться не в состоянии противостоять огромному войску, который появляется сейчас в их районе неожиданно, скажем. И войско Арама могло захватить Мэй-2, могло не захватить Мэй-2, остановиться возле Мэй-2, но такому огромному войску Мэй-2 ничего не могло противопоставить. Мы видим, что Давиду для того, чтобы выступить на войну с Арамом, который напал неожиданно, можем здесь обвинять Мудиин, разведку Давида, в том, что они не предупредили его заранее о возможности такой ситуации, о том, что ОМОН списывается с Арамом и посылает ему деньги, это можно обвинять как бы разведку Давида. Но факт остается фактом. У Давида Давид не может сразу противопоставить большое войско Араму. Он, в общем-то, ошибается, посылая передовой отряд против ОМОНа, потому что этого нельзя было делать. Мы видим, что Яв попал неожиданно в ситуацию такую в Клещи. И это ошибка Давида. Также, конечно, не было учтено то, что и дом может явно или неявно присоединиться к этому бунту, поддержать и ударить по крепостям. То есть мы, как бы, в наше время сказали, мы видим провал разведки. А то, что населению, которое заранее не готово очень трудно противопоставить что-то войску, которое неожиданно появляется в районе одного из городов, мне кажется, что это вполне как бы и вполне понятно. Да, спасибо. В Таилим сказано, что Это про эту войну? Да. Значит, в Таилим говорится о нескольких. Здесь, скажем, Таилим смешивается несколько. И про эту войну тоже, как бы я сказал. Здесь есть несколько моментов, которые смешаны, как бы, вместе в Таилим. Но, в принципе, это говорится про эту войну. Эта война имела свое продолжение. Вот почему я говорю так осторожно про Таилим. Потому что эта война имела свое продолжение. Естественно, Идом, который нанес такой удар со спины, он не остался безнаказанным. И Юав пришел впоследствии с целой экспедицией в Идом, с карательной экспедицией в Идом. И с целью похоронить воинов, которые погибли в этих крепостях, придать их погребению, еврейскому погребению. То есть, в этой войне было продолжение. Таилим говорит сразу о нескольких моментах, объединяя их вместе, не разбивая на какую-то хронологическую последовательность. Можем сделать следующий шаг, перейти с вами к 11 главе. То, что, собственно, должно было было, как всегда, я не очень рассчитал время, должно было быть основной темой нашего занятия. И мы можем представить себе, что вот эта война с Арамом, которая происходит на 23-м году правления Давида, на 23-м году после того, как он был помазан царем над коленом Иуды, в следующий год, это 24-й год правления Давида. И Давид, как мы с вами легко представили из прошлой главы, рабат Амон остался незахваченным. Естественно, в плане Давида наказать рабат Амон серьезно за такое коварство, двойное, и оскорбление его послов, и то, что призвали на помощь, заплатили, и призвали на помощь Арам. Давид собирается наказать рабат Амон, но он посылает войска в рабат Амон, а сам не выходит на эту войну. И мы с вами читаем в начале 11-й главы, и было на следующий год, в то время, когда выходят цари на войну, имеется в виду весеннее время, летнее время. Говорится, что это происходит в месяце, событие, которое описывается в этой главе, происходит в месяце Сиван. Мы понимаем, что это уже летний, в общем-то, месяц теплого времени. И послал Давид Иоава с ним слуг своих, и весь Израиль, и разорили они страну сыновей Амона, и осадили город раба, а Давид находился в Иерушалайне. Это первая война, на которую не выходит Давид сам. Если в прошлый раз он послал Иоава с передовым отрядом, это не значит, что он не собирался присоединиться к войне. Мы видим, что он собирал ополчение. А здесь Давид остается в Иерушалайне. Давайте себе, поскольку дальше мы представляем себе, что история весьма-весьма проблематичная, давайте мы с вами представим себе Давида. Мы можем представить себе, что Давид знал из донесений своих людей, из своей разведки, что ОМОН не смирился. И вот он посылает отряды к ОМОНу. И что же происходит, когда Иоав выходит с войском, многочисленным войском для того, чтобы осадить раба ОМОН, и во что-то не стало захватить этот город. Нам в Берешит-Раба говорится, что Давид снял с себя корону своей головы, набросил на себя Талит и пошел в дом учения. Войдя в помещение, где сидели мудрецы Торы, он сказал, учителя мои, пришел я сюда учиться. То есть всеми Драшим и Гемара нам говорит о праведности Давида, о направленности его мысли и сердца в сторону изучения Торы, постижения путей Всевышнего. Обращаясь к Всевышнему, Давид говорил, известно тебе, что отдавал я все свои силы постижению Торы, не потому что кто-то меня принуждал, и не потому что я боялся наказания небес, а лишь из-за моей любви к учению. Это Давид. Он остался не потому что ему устал, не потому что ему надоело, потому что страна окрепла, и он чувствует, что он может послать войско, а сам остаться в Ярушалае, потому что кроме войны есть другие задачи. Нам в трактате «Брахот» нам рассказывают о том, что Давид посвящал время изучению Торы, но делал это только ночью, потому что днем были неотложные дела, касающиеся, как бы мы сегодня сказали, экономики. К нему приходили мудрецы Торы и люди, которые занимались сельскохозяйством и торговлей, и он решал все вопросы. Ночью он начинал заниматься Торой, потом ненадолго засыпал, и затем, как говорят, кинор звучал над его ложем, начинал сам звучать, Давид просыпался и начинал петь песни Всевышнему, услагать песни Всевышнему. Мы помним с вами, что это была не просто поэзия, не просто возвышенность души. Мы помним с вами, что Давид хотел возвысить таким образом весь народ Израиля. Не было человека более привежного в исполнении заповедей и испытывавшего больше трепет перед теми весами, чем Давид. Так нам говорит сиктор Батик. В Трагдате Шаббат нам говорится, что, подчеркивая, что учение Торы может постичь только тот, у кого есть трепет перед небесами, а Давид явно проникал в тайны Торы. Учение Торы скрывается только тем, кто мало спит, мало разговаривает, не позволяет себе погружаться в удовольствие, проявляет терпимость, настойчивость. Так говорится в Кирке Авод. И усилия Давида, безусловно, нашли отклик на небесах. И поэтому в Трагдате Шаббата, опять же, говорится, сильнее для меня, говорит Всевышний, как бы слышал это Давид, понял или нет. Но мудрецы в любом случае свидетельствуют, что усилия Давида нашли отклик на небесах. И Всевышний говорит, сильнее для меня один день, когда ты занимаешься Торой, чем тысячи жертв. Теперь, зачем мы с вами это вспоминаем? Зачем мы с вами вспоминаем, что царь Давид пробудился, чтобы заниматься Торой? Весь народ говорил, что и нам следует посвятить время учению. Так говорит Иерушалмий, Брахот. И так далее, и так далее. Можно сказать множество слов о том, что Давид остался в Иерушалайме не для того, чтобы получать удовольствие, не для того, чтобы пить вино, не для того, чтобы сидеть на пирах. Он занимался проблемами народа, а ночью занимался изучением Торы и духовной работы. И более того, Давид посвящал много времени молитве. И в тратате Сангетрина на 49 листе говорится, что если бы не Давид, Юав не мог бы побеждать в сражениях. И приходили к нему утром мудрецы и говорили, ну вот, царь Давид, ты вот тут Торой занимаешься, поешь, а как же со всем народом? И царь Давид уделял внимание и всем проблемам, которые материальны. В субботу он забирал к себе людей и говорил с ними, как мудрец Торы, разъяснял им Тору. Обо всем этом нам рассказывает и Талмун, и Медра Шаббат. Затем мы это с вами все посмотрели, с вами вспомнили, вспомнили, да, потому что следующее предложение говорит нам. И было вечернее время, и встал Давид с ложа своего и начал прохаживаться по крыше. Можем представить себе, что вот Давид проснулся ночью. Он весь погружен в заботы народа и в духовные заботы, если так можно сказать, как возвысить народ духовно. Он поднимается на крышу и ходит по крыше царского дома и увидел с крыши женщину, купающуюся в своем доме. А женщина-то очень хороша на вид. Ну, хороша на вид. Ну, женщина. Ну, купается она, как говорит Тратат, Шаббат, что случайно там занавеска. Мы, во-первых, можем представить себе ситуацию. Если кто-то был на шетах Джи, то, что называется раскопки города Давида, то он может представить себе, что дома стояли вплотную друг к другу. Город очень маленький по площади. Дома стояли вплотную друг к другу. И иногда крыша какого-нибудь дома служила верандой, скажем, или балконом. Дома, который стоял выше, а дом, который стоял ниже, его крыша служила некоторой такой прогулочной площадкой для дома, который стоял выше. То есть дома стояли на склоне, ступенями. Крыша одного дома была на уровне, скажем, пола другого дома. Это как бы весь город был построен такими уступами. Точно и влите называется толпиет. Уступы сегодня, скажем, есть такое слово метурагим. Вот когда на горе так строятся дома, когда крыша одного дома, она на уровне пола другого. А на иврите времен Давида это называлось толпиет. И места не было. А мы знаем законы ритуальной чистоты в семье. Точно нужно путать с ритуальной чистотой, которая соблюдалась, когда стоял храм. Может быть, ритуальная чистота семейная, она как бы часть, может быть, той общей системой ритуальной чистоты, которая требуется от человека, ритуальной чистоты для того, чтобы войти в храм, почувствовать божественное присутствие и так далее. Законы ритуальной чистоты все-таки нужно выделить отдельно. Они соблюдаются и в наше время. Женщина после, скажем, определенного периода, она должна окунуться в микву и только после этого она становится разрешенной. Мужу. Иногда миквы находились на крыше домов, потому что миква, как мы представляем себе, она является кошерной только в том случае, если вода не была начерпана руками людей, а собралась как дождевая вода в некоторый, скажем, водоем, который мог быть построен на крыше. Очень хорошо умели изолировать, обносить, покрывать такой, скажем, известью, которая не пропускает воду. И часто, часто, как бы, часть крыши, она становилась вот таким бассейном, в который женщина погружалась после определенного периода для того, чтобы быть разрешенной разрешенной мужу. И скажем, мы представляем себе, что дворец Давид, он находится на самом высоком месте, он сам по себе строение высокое. Поэтому, когда он поднимается на крышу, он видит перед собой весь город. Естественно, что женщины не выходили обнаженными на крышу, что были занавески там, где были миквы. Но вот случайно, как говорит трактат Еврин, пришел Сатан, выпустил стрелу и упала какая-то загородка, и он на мгновение Давид увидел женщину. Увидел женщину? Хорошо. Давида 17 жены. женщину, к которому он относится с любовью, это и Михаль, которая спасала его, несмотря на тот конфликт, который возник во время переноса ковчега, он относится к ней с большой любовью, и Авигаль, который обладает пророческим уровнем, и он очень ценит. Нужно представить себе, почему Давид не вышел на войну. В это время Давиду, кстати, 52 года. Ну, что же это такое для царя? Он увидел красивую женщину и все уже. Случайно увидел красивую женщину и все. У него все, у него, как говорят, зашкалили, зашкалили, полетели все фьюзы. Не может быть. Не может быть, потому что мы видим, что человек праведен, мысли его направлены на праведность, а мы знаем, что человек, который занят заповедями, Всевышний хранит его. Хранит не только от того, чтобы, скажем, он не упал случайно с крыши, он хранит его от неверных поступков, от того ущерба, который может нанести ему, нанести его даже душе неверный поступок, хранит его, уберегает от преступления, как в том же перхе, а вот говорится, что заповедь влечет за собой заповедь, а преступление влечет за собой преступление. Для того, чтобы понять то, что здесь произошло, опять же, как бы Тора все скрыла и завуалировала, можно представить себе такой момент. Мы с вами очень хорошо помним, что Давиду не было дано построить храм. И он знает, что один из его потомков он построит храм. А что такое построить храм? Это быть, как Давид и, может быть, еще выше. Это надо быть, как бы, я бы сказал, сверхпророком. Это соединить небо и землю. Это превратить весь мир в постоянное чудо, в постоянное благословение. Кто это может сделать? Для этого должен быть человек великой духовности, который сам своей душой, своим сердцем, своей молитвой, он может совершить это духовное действие, потому что храм это не постройка или не только постройка, это вмещение, вместилище духовности. И человек это должен сделать. Должен сделать сын Давида. Какой сын Давида? Он смотрит на своих сыновей, смотрит даже на Килава, которая ему родила Абигай, на великого мудрица Торы, и он понимает, что ни один из них не может построить храм. Он собственно то и остается и не выходит на войну, потому что он хочет привести в мир ребенка, который сможет построить храм, чтобы у него родился сын, того, которого не так как тот сын, которого нет еще, тот сын той величайшей духовности, которого нет. Он не думает и не помышляет о других женщинах. Он думает о том, как привести в мир сына, который может построить храм. И вдруг, как бы совершенно случайно, представим себе, он видит цвет, ну, как бы мы себе представили, да, он видит цвет, тот цвет храма, который должен быть в будущем. Этот цвет связан с женщиной, которая вышла на крышу для того, чтобы принять мигу, для того, чтобы принять мигу, быть чистым. Медраж говорит о том, что Давид постоянно обращался ко Всевышнему и спрашивал его, почему говорят благословение Магена Враам, щита Враама, и не говорят благословение Маген Давид. Мы знаем, что благословение Маген Давид, щит Давида, говорят один раз в неделю, когда читают автору в синагоге, то одно из благословений после авторы, куска из пророков в синагоге, оно Маген Давид, щит Давида, как бы дань Давиду. Всевышний ответил ему, как говорит нам Драктат Сангедрин, что про отцов я испытал, а тебя не испытал. Давид говорит, в чем дело, испытай меня, ты же видишь, я готов служить тебе. Тогда Всевышний сказал ему Давиду, что я поставлю тебя перед испытанием и уверяю тебя, что ты не выдержишь его. Человек никогда не должен просить себе испытанием, потому что получается какая-то парадоксальная ситуация, что Всевышний никогда не ставит человека перед испытанием, которое он не может выдержать. Так зачем ты просишь испытания? Ты говоришь, что ты умнее Всевышнего, сильнее Всевышнего, мудрее Всевышнего, просишь у него испытания. Вот Всевышний ответил Давиду, что я поставлю тебя перед испытанием, которое ты не сможешь выдержать. И в чем это будет испытание? Я заранее говорю, испытание в плане женщины. Давид не мог представить себе, не мог представить себе, что это за испытание. что значит испытание в плане женщины? Ну, праведный человек, но не занята у него голова вся женщина. И то, что он случайно увидел женщину, это не может куда-то повалить его, скажем, в атмосферу преступления, заставить забыть всю праведность, не может. но происходит то, что, скажем, Давид не ожидал. Он видит перед собой женщину, которую он понимает, что она способна родить ему сына, который построит храм. Давид говорил в псалме, он говорит, обращается ко Всевышнему и говорит, пусто сердце мое внутри меня. Что значит пусто сердце? Пусто сердце, не пусто его сердце, Давид, ощущает божественное присутствие всем сердцем. Пусто сердце от дурного желания. Я добился того, что сердце свое опустошил, и в нем нет дурного желания, я победил дурное желание. И тут он встает перед испытанием по принципу, как говорится не в нашей традиции, что благими намерениями вымочена дорога в ад. Но это не точно, потому что он это не благое намерение, а это видение, видение будущего. так мы примерно можем себе представить ситуацию. Мы понимаем, что речь идет о Батшеве, и в трактате Сан-Ядре, нам говорится, приготовлена была Батшева Давиду с начала сотворения мира. И то, что она хороша на вид, это перекликается с тем, что говорится о Давиде в книге Шамуэля Тов-Ро-И. Он хорош на вид, или, как мы с вами говорили, он включается способностью видеть хорошо, видеть духовный мир, видеть духовную ситуацию. И послал Давид, чтобы разузнать об этой женщине, и сказал постный Давиде Батшева дочь Илиама, жена Ури по прозвищу Ахития. Ури хитейца. Давид послал для того, чтобы выяснить, замужем ли Батшева. Теперь нам нужно поговорить о Батшеве. И мне бы не хотелось, мы только скажем, что Деврея Мима названа Батшуа, дочь спасения. То есть как по прошествии времени Эзра, человек пророческого даже, который записывает Еврея Мим, он видит ситуацию несколько иначе, и он вместо того, чтобы назвать ее Батшева, дочь семилетняя, может быть, можно перевести, он говорит дочь спасения. Мне бы не хотелось комкать этот разговор, только может быть нужно сказать, что Урия Ахити сам по себе очень интересная личность, он хитерец, то есть человек, который принял ее. Битраж рассказывает о том, что Урия Ахити был оруженосцем Гольята, Гольята, и когда Гольят упал, он увидел это чудо, проникся этим чудом, и он присоединился к Давиду, но прежде попросил у Давида, сказав ему, что я готов присоединиться к сыновьям Израиля, только обещай мне, что я, приняв дьюр, я не останусь один, потому сейчас окажется, что за Геро никто не хочет выходить замуж и так далее, но я очень боюсь остаться один, я хочу семью. Давид ему пообещал. И он действительно позаботился о том, чтобы Урия Ахити был женат, но, к сожалению, его первая жена умерла, а вот историю Батшебы и ее отношение к Давиду нам придется отложить на следующий раз для того, чтобы не скомкать. Но в любом случае, не случайно, я хотел начать это занятие с того, что текст и поведение людей, текст Тора, текст пророков, представляется на первый взгляд как какая-то история очень простая, незатейливая. Вот братья вознавидели Юсефа за рубашку. Вот Давид увлекся женщиной. Все духовные, так сказать, ходы, пути, взаимоотношения человека со Всевышним, духовные проблемы, которые стоят перед ним, Тора прячет. Тора прячет. Прячет какие-то слова, какие-то истории, которые доносят до нас мудрецы. Почему? Потому что духовный пласт понять очень трудно, а я бы сказал, и поверить в него очень трудно. Гораздо легче представлять себе представлять человека с обычными недостатками. Может быть, но Торы и пророки, они же не будут рассказывать об этом. Зачем? Что Ноах был пьяниц, который привык пить вино до потопа, и после потопа первое, что ему захотелось, это выпить стаканчик хорошего вина, и поэтому он посадил виноградник? Да нет же! Целая история, скажем, духовного, духовных представлений Ноаха о мире, Ноаха, который пережил потом, и после потопа у него не было радости, он мог найти радости. Целая огромная история скрывается за тем, что мы себя представляем как стаканчик хорошего додовина. И поэтому и пророки, и Тора, они представляют определенную трудность изучения. Возвращаясь на секунду к истории о Иосефе, которую мы начали с вами, мы видим с вами в последних наших главах есть очень много там о чем поговорить, но такой момент, что когда братья бросают Иосефа в яму, они садятся есть хлеб. А продают они его, как говорит на метраже, за стоимость сандалии. Что это такое? Почему есть хлеб? Потому что Иосеф это квинтэссенция духовности, квинтэссенция святости земли Израиля. И когда они его продают, отказываются от него, они хотят есть. Раньше им хватало крошки хлеба, теперь им хочется съесть и поесть. Раньше они жили духовностью, теперь они перешли в мир материальный. Почему они продали его за сандалии, за цену сандалии? Потому что они ходили по святой земле, она их не ранила, они ходили босиком, как Маше у горы Синай, сними обувь твою, почему сними обувь твою, потому что земля тебя не будет ранить, ты боишься наступить на раскаленные камни пустыни, на острое не бойся. Точно так же и здесь, они ходили босиком, теперь им понадобится сандалии. То есть, еще раз, я говорю об этом, потому что человеку, который первый раз сталкивается с этими проблемами, проблемами текста пророка, такого плана, очень трудно как-то поверить в то, что здесь духовные проблемы превалируют над проблемами материальными. Но это факт. И как бы квинтэссенция нашего разговора можно заключить в то, что говорится в трактате шаббат на 56 листе. Там говорится так, всякий, кто говорит, что Давид согрешил, ошибается. Почему? Ну, ведь Тора дальше сама нам скажет, не Тора, а, скажем, книга Шмуэля, скажет нам, что Давид согрешил, придет Натан, скажет, что он согрешил, Давид сам скажет, хатате, согрешил я. Почему же тот, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается? Потому что человек, который говорит, что Давид согрешил, он не вник в суть проблемы. И он представляет себя Давида поверхностно. И поэтому лучше бы он не говорил. Может, он и прав, но лучше бы не говорил, потому что он не понимает, в чем грех Давида. Здесь я остановлюсь еще, скажем, две минуты на вопросы. вот приношу извинения, что как всегда не рассчитал со временем, делаю стоп-шер и у нас есть несколько минут, надеюсь, решение Натана на вопросы. Пожалуйста. Если позволите вопрос, да? Да, пожалуйста, погромче чуть-чуть. Позволите вопрос, да? То есть у Давида уже было ясно, что те сыновья, которые у него были, они не годятся для постройки храма. Они прекрасны. Он их любит, но он не видит среди них того, кто сможет построить храм, кто сможет решить эту проблему, то, что Натан ему сказал, а Тати в Нелебае, ты мне построишь дом? Он не видит человека, который решит эту проблему. Если не он, то его сын, а кто и кто из его сыновей? Нет. нет того, кто может построить храм. Он практически ежедневно молился и был в контакте со Всевышним. Он это уточнить сразу мог? своего. Я не знаю. Отношение человека со Всевышним очень сложное. Это диалог. Любому пророку не открывается все. Иногда Всевышний скрывает что-то от пророка. Мы видим, что в то время, когда продали Йосефа, Ицхак еще жив. Но Ицхак знает о том, что Йосеф остался жив, но он не раскрывает Якова, потому что ему небеса собратили. Есть один пророк Яков, он не знает, что Йосеф остался жив, а его отец пророк Ицхак знает. Отношение то есть Давид молится, безусловно, просит, просит у Всевышнего сына и наверное напоминает ему об обещании, что я тебе построю дом, сказал Всевышний Давиду. Наверняка молится и просит, но есть ли ему ясный ответ, есть ли ему ясное направление, куда идти, кто из его сыновей сможет построить храм, я не думаю, что есть, а он смотрит, то он видит, что нету. То есть это испытание практически было заложено в его судьбу? Испытание было заложено и мы увидим с вами, что можно так сказать, что если в поведении Давида были ошибки и очень, скажем, отрицательные стороны, в конце концов мы с вами видим, что Батшеба родила Давиду Шламо, который построил храм. И теперь мы можем спросить с вами себя, кто прав? Неужели Давид совершил какое-то такое злодеяние и Всевышний дал ему сына благодаря этому злодеянию, который построил храм? Наверное, нет. Наверное, в его поступке было много очень-очень всего возвышенного, о чем мы с вами пытаемся поговорить. Я вижу, что Натали поднимает руку. Давайте мы дадим ей возможность спросить. Пожалуйста, Натали. Большое спасибо. Равзеев, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, есть такое представление, что все, что обладает статусом высочайшей святости, оно происходит в сокрытии. Вот как Ягуда и Тамар история, это все с колена Ягуды началось, потом вот Руд то же самое, ну не то же самое, конечно, но вот я вижу эту динамику, она присутствует или мне показалось? Я думаю, что вы правы, и мы дальше попробуем поговорить с вами, почему так получается. Один, скажем, самый простой момент, который мы можем с вами почерпнуть сразу, что все великое приходит в мир каким-то непонятным путем, потому что люди напрямую не могут это воспринять. Мы видим, что самого Давида людям трудно принять, что его рождение как-то покрыто каким-то туманом, то ли законное рождение, то ли он принадлежит Моаву и не имеет права жениться ни на ком в среде Израиля, правильно вспомнили Иуду, то же самое с Ишламо. великое, огромное приходит в мир каким-то таким путем, скажем, потому что путем, я бы сказал, косвенным путем, потому что люди не в состоянии воспринять напрямую великий свет, который входит с рождением таких людей. Я дико извиняюсь, но надо кончать. Да, я знаю и не так, я знаю, что мы тебя может быть нам следует наше расписание, я не знаю, потому что мы каждый раз не укладываемся. Огромное спасибо. Большое спасибо. Огромное спасибо. Я только хотел сказать, что у нас нового гражданского года, у нас будет некоторые изменения в нашей как бы мисс Геррет рамке, то есть с Божьей помощью занятия будут продолжаться, но будут некоторые изменения формальные. Вы все приходите из разных мест, насколько я понимаю, поскольку есть и в ватсапе группа, и в MailChimp есть рассылка по имейльным адресам, я везде как бы сообщу. Окей? Хорошо. Тогда сегодня мы кончаем, у нас следующее занятие буквально впритых, это иврит по недельному разделу прошедшему Микэц. Все. Огромное спасибо. Надеюсь, есть над чем подумать до следующего раза. Всего самого-самого доброго. Всем счастливо. спасибо. Продолжение следует...